О самых заметных событиях в стране и в мире расскажем в ближайшие несколько минут. Вы смотрите новости. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. 174 судьи лишились кресел в Казахстане. И это только за последние три года. Как построить по-настоящему правовое государство? Основные приоритеты борьбы с коррупцией озвучил президент. В Алматы предприниматели, пострадавшие во время январских беспорядков, начали получать компенсации. Кто может рассчитывать на возмещение ущерба? Жители поселка, что в 35 километрах от Кустана, вынуждены использовать соленую воду из колодцев. Дождется ли село подключения к центральному водопроводу? 80-летняя пенсионерка из Караганды встала на коньки и сразу превратилась в звезду соцсетей. С пожилой фигуристкой встретились и наши корреспонденты. Глава государства сегодня провел совещание по вопросам противодействия коррупции. Косужему Артукаев отметил, что бескомпромиссная борьба в этой сфере уже дала первые результаты. Только за последние три года 174 судьи лишились своих кресел. Часть из них уволены, остальных понизили в должностях. Во вновь созданные административные суды за полгода поступило 14 тысяч исков. В половине случая выиграли заявители. Это результат принятых мер по совершенствованию работы судов. Говорили сегодня и о кадровой работе на госслужбе. Президент сказал о необходимости при назначении высоких должностных лиц требовать заключения агентства по противодействию коррупции. Более того, если раньше борьба с коррупцией сводилась к поимке взяточников с поличным, то теперь без глубокого погружения в тему не обойтись. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики. Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку агрария более 2 триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений. К уголовной ответственности привлечено 450 лиц. Новым председателем жилица парламента стал Ерлан Кушанов. Бывший спикер Нурлан Нигматуллин досрочно сложил свои полномочия. Кандидатуру Кушанова выдвинул депутат Ерлан Саиров. После чего прошло тайное голосование с использованием бумажных бюллетеней. Для этой процедуры была образована счетная комиссия, оборудованы кабины, установлена прозрачная избирательная урна. Ерлан Кушанов с 2019 года и до сегодняшнего дня возглавлял администрацию президента. Ранее работал Акимом Карагандинской области, руководил канцелярией премьер-министра и возглавлял комитет гражданской авиации. Президент Планетинской области Планирует провести ряд важнейших реформ. Всех необходимо сопроводить качественными законами. Это наша общая задача как депутатов Мажелиса. Экс-спикер Нурлан Нигматуллин трижды избирался председателем Мажелиса. В общей сложности проработал там почти 10 лет. В разное время руководил администрацией президента и был Акимом Карагандинской области. Все эти годы, работая на различных политических должностях, я всегда ощущал поддержку и внимание руководства нашей страны. Отдельные слова благодарности нашим избирателям, которые все эти годы доверяли нам представлять их интересы в парламенте страны. Конечно, хочу выразить искренние слова благодарности депутатам, причем депутатам всех трех созывов, каждому из вас, уважаемые коллеги, за нашу совместную работу. Слухи о смене спикера Мажелиса появились еще накануне вечера. Инсайдеры выдвигали разные предположения относительно преемника, проработавшего на этой должности почти 10 лет Нурлана Нигматулина. Интрига сохранилась до утра. Внеплановое пленарное заседание началось в столице ровно в 9. Однако журналистов на него не пригласили. Не было и традиционной трансляции для СМИ. Депутатов пришлось буквально караулить перед главным входом. Впрочем, и для них решение экс-спикера сложить полномочия, похоже, стало неожиданным. Я сказал же, вчера ночью. От кого? От помощника. От помощника своего? Он звонил завтра утром в 10 часов будет пленарное заседание в срочном порядке. Голосовали мажелисмены тайно. С помощью бюллетеней. Сам процесс, по их словам, занял всего 20 минут. Из 107 депутатов присутствовали 94. Отсутствовали 14. В их числе и партийные тяжеловесы. Сегодня Дарига Нурсултановна не пришла на пленарное заседание. Я ее не видел. Она по-прежнему член партии Нур-Отан. Я слышал, что она получает реабилитацию после коронавируса. За выдвинутую партию Нур-Отан кандидатуру депутаты проголосовали единогласно. У других фракций своих выдвиженцев на пост спикера не оказалось. Неожиданно Нур-Отан принял решение подать прошение об отставке. Никто об этом не знал. И, наверное, это произошло вчера, скажем. И вчера нам об этом и сообщили. Кошанов, да, был ранее депутатом. Как было написано в его документах, он был ранее депутатом. Поэтому сегодня клятву он не давал. Он уже дал ее ранее. Я думаю, что сегодня Кошанов говорил о том, что будут изменения в работе парламента. Посмотрим, что это будет. Регламент или какие-то наши взаимоотношения. Он сказал, что мы будем работать по трем направлениям. Первое – это повышение индекса социального самочувствия. Второе – открытость и честность парламента перед избирателями. И третье – оптимальное взаимодействие с парламентом с точки зрения контроля действий и решений правительства касательно социального самочувствия людей. О новом спикере депутаты высказываются осторожно. Говорят, что давать оценки или прогнозы еще слишком рано. Как он себя зарекомендует, покажет время. Гульнара Ерманова, Аян Сарсенбаев, Аят Дюсенбаев, Хабар, 24. Назначенный новый руководитель администрации президента Казахстана им стал Мурат Нуртлео. Соответствующий указ подписал Хасвжумар Тукаев. Ранее Нуртлео занимал должность первого заместителя председателя комитета национальной безопасности. Алматинским предпринимателям, пострадавшим во время январских беспорядков, начали выплачивать компенсации. 17 владельцев малого и среднего бизнеса уже выдали 33 миллиона тенге. В городской комиссии рассмотрели еще 140 заявок. Из них одобрено 99. Как проходит процесс оказания помощи и какие проблемы при этом возникают, расскажет Григорий Беденко. Алматинский предприниматель Аркинжан Мерзабаев держит небольшой бутик в одном из торговых домов города. Мужчина продает детскую одежду. В ночь с 5 на 6 января торговый дом был разграблен мародерами, а затем там возник пожар. Здесь у нас была детская одежда, магазин детской одежды. Здесь было все разбросано, скрыта касса. Украден компьютер, ну и по вещам, то есть был грабеж, то есть как бы, ну все было в мусоре. Потом ночью был здесь поджог в торговом центре, и все было покрыто копотью. О том, как действовать сложившиеся ситуации, Аркинжану рассказали представители районного кемата и городской палаты предпринимателей. Коммерсант собрал необходимые документы и подал заявку на сайте Инфоказахстан. В пятницу я подал все документы на сайте. Во вторник у нас уже была комиссия в Малинском кемате, нас вызывали. И в пятницу уже деньги поступили на расчетный счет. Аркинжан Морзабаев один из первых 17 алматинских предпринимателей, получивших компенсацию ущерба. Семы выплатили в общей сложности 33 миллиона тенге. Большая часть суммы поступила из бюджета, оставшаяся из фонда «Жена Алла Тау». На сегодняшний день на Инфоказахстан подано порядка полторы тысячи заявок. Сегодня мы при комиссии у нас есть секретарь, который рассматривает правильность, корректность подачи заявок. И в воскресенье мы проводили очередное заседание комиссии, куда выносили на рассмотрение 140 заявок. Из них мы одобрили 99 заявок. Из них 74 заявки – это через фонд «Жена Алла Тау» выплаты и 25 заявок через бюджет. Общая сумма компенсации по одобренным заявкам превышает 175 миллионов тенге. Но при этом 29 заявок отклонено, а 8 отправлены на доработку. Еще 4 заявки будут рассматриваться после судебной экспертизы. Мы отклонили порядка 40 заявок по причине того, что есть неполные пакеты документов, есть документы, которые предусматривают, то есть в сумму ущерба включены сумма СМР и оборудование, а согласно механизму они рассматриваются по иному механизму, по иному инструменту. И есть моменты, которые необходимы по судебной экспертизе. Вот такие заявки мы на доработку отправляем. Как сообщил канадца Гиндиков, комиссия, в составе которой около 40 человек, готова рассматривать заявки ежедневно. Самое главное, чтобы пострадавшие предприниматели правильно ее оформили. При положительном решении они получат утвержденную сумму компенсации немедленно. Григорий Беденко, Бен Нарнбаев, Алматы, Хабар, 24. В пяти госучреждениях Караганды лифты обслуживают фирмы без разрешительных документов. Проверка подъемников началась после трагедии в частном реабилитационном центре. Напомню, 19 января в шахту лифта упали медсестра и пациент. 74-летний житель города скончался. Уголовное дело заведено по статье «Нарушение правил охраны труда и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Марина Золотарева продолжит. Индивидуальные предприниматели без аттестатов промбезопасности обслуживают подъемники в пяти госучреждениях Караганды. Среди них ясли сады, две многопрофильные больницы города. Там большой поток пациентов, а за тех состоянием лифтов, как оказалось, следят люди без разрешительных документов. У нас есть письмо из МЧС, где четко указано, что физические лица, то есть те же предприниматели, не имеют право данной работы. Данный факт произошел по причине того, что заказчикам не установлены требования по разрешительным документам. То есть в данный момент заказчики упустили этот момент, и индивидуальные предприниматели, воспользовавшись этим, участвовали в государственных закупках. Специалисты антикоррупционного проектного офиса СРРК «Адалдык-Аланы» и общественного объединения «Адальдык-Жолы» промониторили сайт госзакупок после трагедии в частном медцентре. 19 января медсестра, сопровождающая инвалида-колясочника, вызвала подъемник. Они вошли в открывшиеся двери, однако кабины не было. В итоге оба упали с первого на нулевой этаж. Пациент скончался, медработница госпитализирована. По данному факту зарегистрированы два уголовных дел по статье 156 и 306, часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. На сегодняшний день следственным органам назначены ряд необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение. Компания Салавата Кинзибаева обслуживает четверть лифтового хозяйства Карганды. По словам специалиста, аттестат промышленной безопасности выдается на пять лет при определенных условиях. Компания по техобслуживанию подъемников должна иметь штат опытных сотрудников и техническую базу. Однако на конкурсы госзакупок зачастую проникают так называемые фирмы с одним портфелем. Они понижают цену, диппингуют ее, то есть происходит непосредственно, то есть выиграют они и обслуживают, ну честно говоря, за очень маленькие деньги. По факту ничего они там не делают. За один лифт это порядка 30-50 тысяч в месяц. Это средняя цена. То есть для того, чтобы это хватало, платить полноценную заработную плату механикам, то есть иметь какой-то комплект запасных частей, которые можно будет быстро поставить, установить. Есть примеры того, что, допустим, выигрывают тендер и обслуживают лифт в месяц, платят порядка 6,5 тысяч. В идеале механик должен осматривать лифт ежемесячно. Раз в год нужно проводить испытания и техническое осветительствование подъемника. Профессионалы недоумевают, как с этим может справиться индивидуальный предприниматель, директор и электромонтер в одном лице. Теперь этим вопросом займутся прокуратура и МЧС. В эти ведомства отправили обращение общественники. Юристы госорганов пояснили, если подрядчики не предоставят необходимые документы, договор с ними будет расторгнут. Марина Золотарева, Сайла Угликов, Аслан Демизбаев, Карганда, Хабар-24. На третье по сравнению с прошлым годом увеличилось финансирование проектов сельского водоснабжения в Кустанайской области. На эти цели в 2022-м потратят более 12 миллиардов сенье. Сейчас в регионе доступ к питьевой воде имеют 75% сельского населения. Это около 300 тысяч человек. При этом в ряде населенных пунктов жители до сих пор набирают воду по графику, когда приезжают водовозы. От областного центра до посёлка Айсары 35 километров. Вода здесь только в колодцах. Да и та солёная. Идёт только на технические нужды. Питьём сельчане запасаются раз в неделю, когда приезжает водовоз. Живу здесь пять лет. Когда переезжали, нам обещали, что в посёлок протянут водопровод. Но до сих пор ничего не делается. Из колодца пить невозможно. Даже скоту эта вода не идёт. Не знаем, что делать. Мне 72 года вот так ходить с ведрами. Сил нет. Особенно зимой тяжело. Хочется, чтобы вода дома из крана бежала. О газоснабжении даже не мечтаем. За каждую набранную водовозе флягу сельчане платят 125 тенге. Стараются наполнить как можно больше ёмкостей. Но сделать недельный запас всё равно невозможно, говорят жители. Некоторых не устраивает качество и привозной воды. Покупают бутилированную. Смотрите, снизу осадок какой-то плавает. И типа водоросли что-то. Когда пьёшь, ощущается привкус железа и песка. В регионе больше полутысячи сёл. Доступ к услугам водоснабжения имеет 60% из них. В учёт идут пункты раздачи и подвоза воды. В Айсары местные власти обещают центральный водопровод в ближайшие годы. Проект утверждён и деньги есть. В общей сложности нам будет выделен 1 миллиард тенге. Проект рассчитан на два года. В этом мы освоим 460 миллионов тенге. В следующем оставшуюся сумму и введём водопровод. Всего же в этом году в регионе планируют реализовать 29 проектов по водоснабжению. К центральному водопроводу подключат 15 сёл. Наталья Строкова, Эрмек Мухамедьяров, Кустанайская область, Хабар-24. Больше половины школ в Акмолинской области являются малокомплектными. Местные жители переживают, что в ближайшее время их и вовсе могут закрыть. Учителя там вынуждены преподавать сразу в нескольких классах. От этого страдает качество образования. Аслана Буталипов продолжит. Айдерлинская основная школа была построена с расчётом на 90 мест, но в последние годы она заполнена всего лишь на треть. Учебное заведение считается малокомплектным. В некоторых классах всего по два-три ученика. Выпускной девятый класс и вовсе отсутствует. Каждый год анализируем, сколько детей пойдут в первый класс. В ближайшие годы будет больше 40 учеников. Что касается качества обучения, то ситуация неоднозначная. Один учитель одновременно преподает в нескольких классах. Например, в третьем и четвёртом. Отсюда и нагрузка. У нас часто спрашивают. Одному ученику столько внимания уделяется. Почему они все не отличники? Здесь дело в отсутствии конкуренции. Нет для учащихся конкурентной среды. Отток населения из сельской местности специалисты называют главной причиной большого количества малокомплектных школ. Некоторые из них и вовсе закрываются. За последние три года в регионе закрыли 17 школ. Без очагов образования могут остаться ещё пять сёл. К примеру, в ауле Обалы Бурабайского района сегодня стоит вопрос о сокращении школы доначальной. Сейчас в ней лишь 40 учеников. Теперь сельчане переживают и ищут пути её сохранения. Мы хотим сохранить школу, сохранить село. Все жители, посовещавшись, решили, что нужно вдохнуть жизнь в село. Вот мы и приглашаем. Зовём многодетные семьи переехать к нам. Мы готовы оказать всяческую помощь. По словам специалистов, для начальных, основных и средних школ должно набираться установленное количество учеников. Но в 122 из 360 учреждений учащихся меньше, чем положено. У нас есть средние школы, в которых 50 детей, хотя она должна быть сокращена до основной. Есть и основные, где 12-17 учеников. Но она должна быть начальной. Но сократить их мы не можем, так как интернат далеко. Подвоз невозможен из-за плохих дорог или их отсутствия зимой. Мы сокращаем только школы вблизи городов, райцентров. А окраины и школы не трогаем. Сейчас в 12 интернатах региона обучается почти 250 учеников из разных сёл. Для 4,5 тысяч организован подвоз. Но дальнейшая судьба 122 школ, в которых учеников с каждым годом становится всё меньше и меньше, до сих пор остаётся нерешённой. В Казахстане до 60% увеличат число образовательных грантов на тех специальностях. Об этом на заседании правительства сообщил министр образования и науки. По словам Масхата и Магомбетова, раньше их было только 40%. Кроме того, ведомство выделит 10 тысяч целевых грантов. Таким образом, должен сократиться разрыв между регионами касательно образования. Сейчас отстают Монгастаусской и Атараусской области. Что касается колледжей, то теперь они будут обучать по новым программам в соответствии с требованиями рынка труда. В пилотном режиме Монг разместит в этом году госзаказ для предприятий, участвующих в подготовке кадров. Колледжи должны быть привлекательными не только для молодёжи, но и для работодателей и инвесторов. Должны предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения. Мы ощущаем нехватку специалистов рабочих профессий. Акиматам совместно с Министерством образования необходимо при формировании госзаказа это учитывать. Исходить из потребностей в определённых рабочих профессиях в разных регионах. Самое главное, выпускники колледжей и университетов должны быть востребованы на рынке труда. Именно спрос на рынке труда в данный момент и его перспективный прогноз на будущее являются основным фактором при подготовке кадров. В этом году Министерство образования и науки также проведёт ротацию директоров школ. Эта процедура коснётся по меньшей мере тысячи руководителей организации среднего образования. Среди ожидаемых новшеств проведение курсов повышения квалификации учителей раз в три года. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в парламенте. Асхата и Магометов добавил, что четыре региона имеют большой разрыв по качеству среднего образования. Это Атырауская, Мангастауская, Туркестанская и Алматинская области. В эти регионы намерены ежегодно направлять лучших педагогов. Сменить приоритет от гуманитарного образования в пользу технического. Напомню, такое поручение ранее озвучил глава государства. Президент подчеркнул, что стране необходимо взрастить новое поколение инженеров-промышленников. Как обстоят дела на казахстанском рынке технических специалистов, узнавала Айгирим Бабиш. Это четырехтактный двигатель, четырехцилиндровый, он в разрезе. Вот это, например, трамплюр. Тимур Искаков – студент четвертого курса факультета технического обслуживания, ремонта и эксплуатации автомобильного транспорта. Такую специальность парень выбрал не случайно. Как и многие мальчишки, он с детства увлекался машинами. Спустя года игры переросли в профессию. И хотя Тимур еще не закончил колледж, с работы успел познакомиться, так сказать, не отходя от парты. Уже больше года он вместе с одногруппниками проходит практику в одном из столичных автопредприятий. Я знаю, что это очень нужная профессия, так как не каждый автовладелец умеет сам чинить машину. Но если говорить простым языком, то я, как доктор для машин, согласитесь, не каждый человек может сам себя вылечить в трудный момент. Ну и просто мне нравится взаимодействовать с машинами, где-то их починить. Я понимаю их, я умею чувствовать, где что нет, как. И просто хочу помогать тем, кому нужна помощь. Для специалистов технической сферы началась золотая эра, прогнозируют эксперты. Сегодня в Казахстане высокий спрос на айтишников, дата-инженеров и других работников в сфере искусственного интеллекта. Процессы цифровизации и автоматизации, которые повсеместно входят в жизнь казахстанцев, повышают спрос на профессионалов и в сфере кибербезопасности. В технических специалистах нуждаются и сельское хозяйство, и система здравоохранения. Агроном современный, это не просто агроном, это инженер, который разбирается в различных форматах автоматизированных систем, в датчиках по контролю за температурой, за концентрацией влажности, которые настраивают сложные информационные системы. Он инженер современный, агроном наполовину уже айтишник, по сути, своей. И это сейчас во всех отраслях появляется. Теперь международные образовательные программы, действующие в Казахстане, активно расширяют список доступных технических университетов. Так, в программу «Буошак» планируют добавить иностранные технические вузы, входящие в топ лучших университетов мира. В общем, у нас включены в этот список 207 университетов из 27 стран. И на 2022 год мы планируем включить больше технических специальностей, чтобы наши претенденты имели возможность обучаться именно по ним. Представители технических специальностей могут проверить свои навыки и на международной арене. Так, с 2015 года Казахстан участвует в соревнованиях WorldSkills. Технари со всего мира состязаются друг с другом за звание лучшего в своей специальности. На последнем европейском чемпионате представительница нашей страны заняла 9-е место в компетенции веб-разработка. В этом году состязание представителей технических специальностей пройдет в октябре в Шанхае. Победители соревнований смогут в дальнейшем бесплатно поступить в зарубежные вузы. По словам организаторов, количество желающих участвовать в соревнованиях растет каждый год, несмотря на строгий отбор. Сперва внутриколежный чемпионат, потом региональный чемпионат, где каждый колледж может участвовать. И победители регионального чемпионата участвуют в республиканском чемпионате. Вот, например, недавно в ноябре МИС был республиканский чемпионат 2021 года. Тогда более 500 участников и экспертов, скажем, более 700 участвовали, оценивали их навыки. И, скажем, по итогам, скажем, наши конкурсанты по более 71 компетенции выявили мы победителей, более 180 человек. И они имеют шанс участвовать в ближайшем международном чемпионате. Эксперты говорят, будущее за техническими специальностями. А специалист будущего – это человек, который умеет общаться с современными технологиями, владеет цифровой грамотностью, критическим мышлением и навыками межличностного общения. Специалисты утверждают, в ближайшем будущем могут исчезнуть такие специальности, как оператор-коу-центр по поддержке пользователей, учетчик, весовщик и упаковщик-фасовщик. Также рискуют кануть в лету табельщики и черчожники. В то же время самые перспективные технические специальности – это инженер-технолог, проектировщик и разработчик высокоинтеллектуальных киберфизических инфраструктур, а также иммерсивный дизайнер. Айгирим Бабиш, Артур Горшников, Жандос Битабаров, Хабар, 24. 250 тысяч человек заболели коронавирусом в Казахстане с начала года. Об этом информировала министр здравоохранения Ажар Агеният, выступая на заседании правительства. Она отметила, что в республике ситуация остается напряженной. Только за прошедшие две недели сразу в пяти областях Казахстана заболеваемость выросла в шесть раз. Больше всего инфицированных в Павлодарской и Североказахстанской областях. Чаще стали болеть и школьники. За последнюю неделю в стране выявили 43 тысячи случаев среди подростков. Вместе с тем в республике циркулирует грипп типа А. Установлено свыше 500 случаев. Выросло и количество заболевших у РВИ, половина из них – дети. Теперь о ситуации с коронавирусом в мире. Эпидобстановка ухудшается в Южной Корее. Там выявлено рекордное число зараженных за сутки. В Чехии обнаружили мутацию уже известного омикрона, а в Японии выяснили, кто его переносит тяжелее всего. Зауреш Байгелова расскажет. Японские медики забили тревогу. Омикроном тяжелее болеют пожилые люди. Количество госпитализации пациентов от 60 лет и старше в последнее время заметно возросло. Больше половины из них нуждаются в аппаратах ИВЛ и имеют симптомы острой пневмонии. Причем сложнее протекает у тех, кто не получал прививку или получил первую дозу давно. Сейчас в стране восходящего солнца ежедневно выявляют свыше 70 тысяч инфицированных. Больше всего случаев зарегистрировано в столице. В связи с этим в Токио вновь заработал центр массовой вакцинации населения. Из-за распространения омикрона мы в первую очередь хотим сосредоточиться на пожилых людях, поскольку они подвержены большому риску. Естественно, мы хотим действовать как можно быстрее. В школе моего сына увеличилось количество зараженных. Я сделал прививку в качестве профилактики. Омикрон, между тем, мутирует. Первые случаи заражения выявили в Чехии, подтверждают в Государственном медицинском институте республики. Наличие мутации удалось доказать путем тщательного лабораторного исследования. Данный подвид еще называют скрытым или стелс-омикроном. Он распространяется в полтора раза быстрее своего предшественника. Сейчас вирус доминирует в Дании и Швеции. Суточный максимум по коронавирусу обновила Южная Корея. За день положительный результат ПЦР-теста получили больше 18 тысяч граждан. Омикрон обнаружен в 80% всех случаев, выявленных неделей ранее. Количество зараженных, по словам медиков, будет расти. Этому способствуют недолгие каникулы в честь празднования Нового года по лунному календарю. Я призываю наших граждан прививаться и соблюдать карантинные меры, носить маски. Особенно настоятельно я призываю вас отказаться от поездок и свести к минимуму контакты с другими людьми, несмотря на праздник. Набирает обороты омикрон и в соседней России. Его обнаружили в 83 регионах Федерации. На штамм приходится более половины всех случаев заболевания. За сутки в России выявили больше 125 тысяч инфицированных. Максимум с начала эпидемии. В антилидерах Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В стране стартовала вакцинация подростков. Выявлять зараженных ковидом в школах американского штата Массачусетс помогают специально обученные собаки. Сейчас ищейки работают в пяти учебных учреждениях. Чувствуя зараженного, животные кладут на него лапы. Такой метод выявления коронавируса уже получил массу положительных откликов. Больше всего четвероногие проверяющие радуют детей. Теперь и другие школы в США хотят взять этот метод на вооружение. О выходе Кыргызстана из единого энергетического кольца Центральной Азии не может быть и речи. Местные энергетики считают энергокольцо региона уникальной взаимосвязью, однако система нуждается в модернизации. Мнение специалистов послушал Бакычер Машев. Блэк-аут 25 января снова поднял вопрос о том, насколько актуально для Центральной Азии единое энергетическое кольцо. Если ЧП на электростанции одной из стран региона оставила без света двух других участников, значит система подачи электричества уязвима. Однако энергетики Кыргызстана, отвечая на вопросы журналистов, отметили, форс-мажорные ситуации могут случиться у кого угодно. При этом авария на Сардаринской ТЭЦ в Узбекистане должна стать сигналом к техническому переоборудованию всего энергокольца, чтобы в случае неполадок без электричества оставался только аварийный регион. В Алма-Ате они смогли удержать отпадение. Например, Бешкек на несколько часов упал полностью без света, Ташкет еще на больше. То есть здесь именно нужно просто озаботиться этим, потратить там несколько миллионов долларов, поставить определенную техническую защиту и все, проводить регулярные учения. А так это настолько плюс, который очень сильно всем помогает. Одна из главных задач единого энергокольца – поддержание стабильности энергообеспечения Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В случае возникновения пиковых нагрузок, либо наоборот недостатка мощности, электричество в оперативном порядке можно перенаправлять на критические участки. Тот же самый импорт или экспорт электроэнергии удобно осуществлять, находясь в закольцованном регламенте. По-другому специалисты это взаимодействие называют параллельным режимом работы. Вопрос параллельной работы – это благо для нашей республики и для соседних республик. Это взаимопомощь, это надежность, это аварийность восстановления, это ремонтные режимы. Но в то же время, конечно, надо работать над транзитными вопросами, регулирование пиковых нагрузок и самое главное – противоарийно-автоматики. Единое энергокольцо Центральной Азии было создано еще в советские годы. Она актуальна до сих пор, однако январский блэкаут показал, что система нуждается в модернизации. Ежегодно потребление электроэнергии в странах регион растет. Только в Кыргызстане эта цифра составляет от 5 до 7%. Очевидно, что без регионального взаимодействия решать проблемы энергообеспечения будет сложно. Отсюда запрос на повышение технической безопасности энергетического кольца и экстренной автономности потребителей. Убытки от блэкаута никто не отменял. Бакыч Ермашев, специальная для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан. В Китае празднуют Чуньцзэ. Как правило, с этим фестивалем совпадает самая большая ежегодная весенняя миграция населения. Так называемая Чуньюнь. Сотни миллионов китайцев возвращаются в родные края для встречи Нового года. Этот процесс длится обычно 40 дней. В этом году он завершится к 25 февраля. О том, как менялся праздник и об особенностях нынешнего фестиваля, расскажет Будаго Саргабаева. Лет 10 назад, во время празднования китайского Нового года, жизнь в Пекине буквально замирала. Местные жители уезжали за границу, приезжие на малую родину. Автомобилей на улицах практически не было. Сейчас это уже трудно представить. Свою лепту внесла и пандемия. Люди перестали путешествовать в другие страны. А последние два года и приезжих просят встречать Новый год там, где они работают. Новый год встречали с родителями. Из Пекина не планируем выезжать. Я съел несколько тарелок пельменей. Встречала одна, лепила пельмени. В выходные планирую провести в Пекине, читать книги и гулять по городу. О происхождении Чунде существует легенда. Она связана с чудовищем по имени Нянь, что в переводе означает «год». В канун Нового года оно приходило в деревню, поедало людей и домашних животных. Нянь был побежден с помощью красного цвета, фонарей и громких звуков петард. Это основные атрибуты фестиваля. Придерживаются традиции в космосе. Тайконавты отпраздновали приход весны, даже угостились пельменями. По случаю праздника заговорил на китайском и президент Международного олимпийского комитета. Олимпийские друзья, с Новым годом! Пусть год тигра будет удачным для всех. С китайским Новым годом связан и Чунь-Юнь. Это весеннее миграция населения. Жители массово уезжают из крупных городов в родные края, чтобы отметить праздник в кругу родных. В этом году она началась в середине января. Люди старались пораньше покинуть столицу, чтобы не попасть в дни пик. В последнее время эпидемическая ситуация в стране нестабильна. Постоянно ужесточают эпидемические правила, в том числе и за зимние олимпиады, которые стартуют уже через три дня. И нет гарантии, что уехавшие смогут вернуться в запланированный день. Возможно, для этого сначала придется отсидеть двухнедельный карантин. Ватагос Сыргабаева, Владимир Грабарь, Хабар, 24, Китай. Жители Кубы кутаются в теплые свитера и куртки. В страну пришел аномальный для региона холод. По данным метеорологической службы, самые низкие температуры зафиксировали в провинциях Артемиса и Матанса. Столбики термометров там опустились ниже 5 градусов по Цельсию. Из-за больших волн и холода полиция перекрыла прибрежный бульвар в Гаване. А президент призвал кубинцев соблюдать особую осторожность. Это ненормально. У нас такие зимы, что обычно в зимние месяцы мы даже не носим пальто. Сейчас очень холодно. Мне нравится такая погода. Пусть даже если я от нее дрожу. Холод лучше, чем жара. Карагандинская пенсионерка встала на коньки, когда ей исполнилось 80. В этом году Раста Ильясова вышла на большой лед в Центральном парке и сразу стала звездой социальных сетей. С начинающей фигуристкой встретилась и наша съемочная группа. Коньки свои они взяты на прокат. Шнуровка со знанием всех правил. Так, чтобы ботинок ногу не давил, но при этом держал крепко. Став впервые на коньки в 80, в этом году Раста Ильясовой уже 83 и новый рекорд. В детстве Апашка занималась лыжами. Любила плавать, но в профессиональный спорт не пошла. В селе работала сначала дояркой, потом санитаркой. Шутит, что на старости лет решила стать и фигуристкой. Каждый год не молодые ещут, а старые ещут. А у меня это, я один раз инфорт принесла. Мне это осторожно, надо это. Но вам нравится кататься? Конечно. Пенсионерка встала на коньки, глядя, как сын-самоучка крутит на льду пируэты. Но тренировать свою маму он отказывается. Конечно, страшно. Коньки это вообще опасная вещь такая. Можно упасть и сломать ноги, руки. А кости хрупкие в этом возрасте. Я запрещал, очень часто запрещал ее выходить на лед. И все такое. Но она все равно хочет. Она все равно хочет. Но чтобы больше тренироваться, пенсионерка пошла на обследование. Решила починить давно беспокоящий коленный сустав. Надеется, что после этого будет держаться на льду без трости. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что были с нами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин